В Караганде снесли еще одно летнее кафе. В Караганде не слишился бытовой техники за долг перед государством. В шахтерской столице появился двойник известного российского актера Сергея Безрукова. Очередное слушание по делу заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью Кинжитая Атагулова состоялось накануне. Процесс прошел на повышенных тонах. Сюжет Сергея Высокосова. Напомним, что подполковник Атагулов был арестован 22 января. Спецпрокуратура по Караганде предъявила ему обвинение в превышении служебных полномочий и фальсификацию материалов уголовного дела, полегшего тяжелые последствия. Кинжитаю Атагулову приявлено еще обвинение за подбрасывание наркотических веществ, превышение власти или должностных полномочий с применением насилия или угрозы его применения, с применением оружия или специальных средств. Мне сказали свидетели. Меня допрашивали, почные ставки какие-то, когда, что. Я объяснил, как она есть. Там разобрались и меня отправили назад. Приезжаю сюда, у них вот такие глаза как-то. Тебя же, говорят, у нас же были. Они еще приготовились, за мной хотели вот это все отправить. Представляете, вот такое. Сам я так понял. Спокойно тянущиеся судебное разбирательство нарушил отец Атагулова. Божий человек хотел активно вмешаться в судопроизводство. Если вы будете мешать в порядке проведения судебных заседаний, суд вынужден будет вас удалить. Так я уйду. Я сюда не пришел. Я не пришел. Я вам еще раз говорю. Меня Аллах сюда прислал. Насколько известно, братья Атагулова не поддерживали связи с отцом. Ни один не соизволил прийти по проведению. Как ты живешь, отец? Понимаешь, ни один не соизволил. Вот как, отец, ты живешь? Нет. Потому что после этого мне больно. Больно, потому что они духовно неподготовлены. Прошлое судебное заседание остановилось на стадии разбирательств. Никакого решения не было принято и на этом заседании. Обвинения и защита прощупывали друг друга. Мы просим отстранить Акшалова на период судебных разбирательств от занимаемой должности. Во-первых, это, являясь действующим сотрудником МВД, он может повлиять на ход судебного разбирательства. На сегодня Акшалов временно исполняет обязанности обвиняемого Атагулова. Мы будем следить за дальнейшим ходом судебного разбирательства дела Кинжитая Атагулова. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В Караганде снесли еще одно летнее кафе, но на этот раз владельцы заведения добровольно ликвидировали постройку, не дожидаясь действий судоисполнителей. Золотой шафран, что на улице Гоголя, работает уже несколько лет. В этом году власти решили избавить Караганду от летников, и это кафе тоже осталось неудел. Акимат подвал в суд, решение вынесено. Точку нужно убрать. Владельцы кафе возражать не стали и добровольно разобрали летнюю пристройку. Отметим, что до конца года будут освобождены все незаконно занятые земельные участки в шахтерской столице. В текущем году мы уже снесли более 8-летних кафе. Это по улице Гоголя, по Нуркен-Абдирове, в Майкудуке пару летних кафе. На добровольной основе из них сколько? На добровольной основе всего два. В областной финполиции сменился начальник. Им стал бывший заместитель руководителя департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Алматы Канат Артекбаев. Он карагандинец, работал в органах прокуратуры, Государственного следственного комитета, в следственных подразделениях органов внутренних дел и налоговой полиции. Имеет специальное звание полковника финансовой полиции. Приверемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. По многочисленным просьбам жителей города, ярмарка «Сладкие дни» в Караганде продлевается до 3 ноября. Мед Юга России, Киргизии, Башкирии, Алтая, натуральные конфитюры, восточные сладости. Консультации, дегустации, постоянным клиентам скидки. Ждем вас в торговом доме «Плаза». Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Меркена-Абдирова, 9. Телефон 9090-09. Карагандинец лишился бытовой техники за долг перед государством. Срок уплаты налогов за этот год истек еще в октябре. Сегодня налоговики насчитали более тысячи должников только в районе имени Козбек-Би. А это недоимок в бюджете около 6 миллионов тенге. Сотрудники налогово вместе с судебными исполнителями вышли в рейд. Взыскание долгов – процедура, мягко скажем, не из приятных. Но если даже после неоднократных предупреждений, извещений, человек и не думает рассчитываться с государством, то выход только один. Через суд выносится судебный приказ, потом судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство и налагают арест на все имущество. Хочу подчеркнуть, все имущество, независимо от суммы долга. Мало того, судебные исполнители обязаны наложить запрет на выезд должников за пределы Казахстана. Прощай отпуска и туристические круизы. У молодого человека задолженность всего ничего, чуть больше двух тысяч тенге. А вот телевизор, описали, он стал уже государственной собственностью. Взыскание долгов в целом – это нелегкая процедура. Это и с поколем веков, это как бы проходит именно в принудительном порядке. Не каждый хочет оплатить свой долг. Закон есть закон. Лучше заранее поинтересоваться, какие и сколько налогов надо платить. Кстати, заканчивается срок оплаты налога на автотранспорт. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В нашем городе появился двойник известного российского актера Сергея Безрукова. По крайней мере, об этом утверждает сам карагандинец Андрей Белавин. Сходство и различия искал Николай Кровец. Молодой карагандинец Андрей Белавин впервые узнал о том, что похож на звезду российского кинематографа Сергея Безрукова, когда учился в 10-м классе. Одноклассники частенько шутили над ним и даже смеялись, мол, второй Саша Белый из бригады. Раньше он не придавал этому никакого значения, но в последнее время о сходстве с известным актером стали говорить все чаще. Одноклассницы сказали, одноклассники часто прикалывались. Саша Белый, Саша Белый. У меня прическа раньше была другая, как в сериале «Бригада». То есть, причесываю назад. И улыбка, может быть, одежда. Связывает Андрей Белавина с Сергеем Безруковым пока только сцена. Карагандинец тоже актер. Работает на сцене театра имени Станиславского. Двойник Безрукова давно следит за творчеством российского коллеги. Смотрит фильмы, в которых он снимается, и телешоу с его участием. Мне нравится его жизнь именно в кадре, на сцене, потому что он очень натурален. Видно, что отдает себя полностью. То есть, своей профессии, своему делу. Я это очень ценю. То есть, глядя в его глаза, видно всю душу, всю суть того, что он вкладывается в образ. А вот нашли ли сходство земляка с российским актером-горожаней, узнаем прямо сейчас. Очень похож. А чем похож? Глаза, прическа, улыбка. Я видел это сильно. Только внешне. Наши актеры лучшие. Глаза. Есть сходство. А улыбка? Нет. Ну, улыбка. Глаза. А улыбка? Улыбка. Похоже. Николай Кровецкий, Рад Рашитов, Асхат Абедулов. Первый карагандинский. Фильм, фильм, фильм. Так назвали организаторы детский фестиваль искусств. В чем привлекательность этого необычного конкурса, узнавал наш корреспондент Сергей Высокосов. А ну-ка песню нам пропой «Веселый ветер». Эти слова из зажигательной песни Дунаевского вполне могли стать эпиграфом детского фестиваля искусств. Организаторы детского праздника кинотеатр Сарыжа Ляо, Карагандинская школа искусств Акимат города стремились приобщить ребят к творчеству, привить любовь к настоящему киноискусству. Гармоничное воспитание личности без понимания эстетических принципов в жизни общества просто невозможно. А тут и танцы, и песни, и исполнительское мастерство. А весь галоконцерт объединен единой идеей. Все исполняемые произведения должны быть взяты из фильмов, любых. Главное, чтобы они нравились исполнителям. Сразу видно, что они подготовились. Это очень отрадно, что дети любят фильм. Фильм, на самом деле, это большую роль играет в воспитании подрастающего поколения. И самое главное, фильмы того времени, которое мы называем «Советский времень», это настоящие фильмы, а не боевики нынешние. В ребенке чувство прекрасного уже заложено изначально. Надо его только разбудить. Но откуда у них любовь к советским фильмам? Они даже не знают, что такое советский социализм. А какие рисунки дети представили на суд жюри? И тоже никаких боевиков. Все герои очень симпатичные и без всякой агрессии. Сегодня даже детям стрелялки поднадоели. Мы говорим спасибо организаторам, что придумали этот конкурс «Фили-фили». Нам здесь очень понравилось. От такого фестиваля выигрывают все – и взрослые, и дети. Ведь это настоящий фейерверк талантов. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Очередное аппаратное совещание прошло в областном Акимате, но на этот раз в онлайн-режиме. Как всегда, рассматривались вопросы социально-экономического развития региона и занятости населения. Прежде надо напомнить о основных событиях в стране, которые прошли недавно. Это 15 съезд партии «Нур-Атан», расширенное заседание правительства и брифинг для республиканских средств массовой информации, который провел Аким Карагандинской области в Астане. Все это повлияло на атмосферу аппаратного совещания. Действительно, год подходит к концу. Уже надо подводить предварительные итоги. Продобольственная программа по области выполняется. Есть рост по мясу на 1,7, молока 1,8 на 4,1% яиц. 45,1% увеличения обложения инвестиций в основном капитал. В целом в деньгах это 309 миллиардов тенге. Очевиден рост строительства и розничной торговли. Почти 30 тысяч человек были трудоустроены в этом году. На подготовку к зиме выделенных средств достаточно. Очень много вопросов к обеспечению безопасности дорожного движения. За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 29 ДТП. Это первый у нас такой показатель. Каждый второй у нас погибший. На 24 октября мы имеем 799 ДТП по области с начала года. 189 человек погибло, 986 получило ранения. Если сравнивать с 2012 годом, рост по количеству ДТП у нас на 24%, по раненым на 34, по погибшим у нас снижение идет. Будет созвана комиссия по решению наболевших вопросов по безопасности дорожного движения. Но есть претензии и к управлению, и к какимам городов и районов. На видеоконференции отчитались и аграрии области. Сельхозформирование собрано 156 тысяч тонн картофеля. Также завершена уборка овощных культур, урожайность 207. В текущем году запланированная в области спаршка Зябель на площади порядка 250 тысяч гектаров. Сегодня обработано 78. Только через ярмарки уже реализовано больше 2000 тонн сельхозпродукции. Необходимо сказать, что на ярмарках цены были ниже на рыночных среднем на 12%, на яйцо 30%, молочные продукции на 20%, картофель и овощи на 40%. Ярмарки продолжат работу в Саране, Шахтинске, Тимиртау, Балхаше, Приозерске, Каражале. Предположительно, будет реализовано 355 тонн продукции сельчан на сумму 65 миллионов тенге. На видеоконференции в областном Акимате рассматривались вопросы государственной этнополитики в регионе. Главное, как подчеркнул Акимобласти Борушан Абдишев, мелочей не должно быть. Мы в новом формате начинаем работать, как мы планировали. Формат надо будет сейчас поменять. Отчеты, которые делают постоянные заместители, все молча слушают, этого уже достаточно. Значит, заместители прошу на следующих аппаратных совещаниях коротко, ясно обозначать проблемы, задачи и планы на деньги. С учетом проблемных вопросов, которые были на предстоящем эракете. Со следующей недели начнутся отчеты управления и Акимов городов и районов. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. 108 пожаров с начала года зафиксировано в регионе. 32 из них произошли с начала топительного сезона. Департамент по чрезвычайным ситуациям провел внеплановый брифинг, тема которого стала информирование населения о пожароопасных явлениях. Сезон горячих батарей начался. Сотрудники ЧАЭС предупреждают горожан о возникновении опасности возгорания. Особенно это касается жителей частного сектора. Именно здесь в холодную пору в ход идут печки и буржуйки. Слова назидания нашлись и для жильцов многоэтажек. Розетки проверять, утюги выключать и быть крайне аккуратными с газовыми баллонами. Хотели порекомендовать проверить состояние розеток и электрооборудования в своих квартирах. Не использовать самодельных кустарных электроприборов. Не устанавливать электронагревательные приборы вблизи легковоспламеняющихся материалов. Не включать в одну розетку с обукрователем другие приборы. То есть не перегружать линии при пользовании объемителями или так называемыми сетями-времянками. В Казахстане принят закон о Национальной палате предпринимателей. С 1 января 2014 года он вступает в силу. С этого времени начнет формироваться структура этой организации. В Караганде состоялось первое заседание регионального совета палаты предпринимателей Карагандинской области. На собрании предпринимателей какие-то конкретные проблемы не обсуждались. Определялись основные направления и принципы работы палаты, которая будет защищать права и интересы местных предпринимателей. Я надеюсь, что палата выступит в проводе по между бизнесом и жластью, новым парламентом, и даже новым парламентом. В заседании регионального совета принял участие председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана Аблайм Розахметов. Сегодня не надо доказывать, что малый и средний бизнес является локомотивом экономики и инновационного развития страны. Но казусы, происходящие из-за нестыковок законов, проволочек чиновников, необходимо ликвидировать. А для этого надо четко прописать все процедуры на региональном и правительственных уровнях. Пора не просто обсуждать проблемы, их надо решать. Для этого и создаются региональные палаты предпринимателей. У нас в области помимо Караганды планируется открыть филиалы в Тимиртау, Шахтинске, Саране, Жесказгане, Балхаше. Все предприниматели без исключения автоматически станут членами Национальной палаты. На первом заседании регионального совета палаты предпринимателей Карагандинской области был избран ее первый председатель. Им стал Балатбек Байменов. Обращаясь к вам, конечно, прошу большого, хорошего, мощного, активного участия в вашей поддержке, потому что мы вместе, коллеги, должны все эти вопросы решать. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман, Сау, Бонзда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова